Доброго тактикула, бро! Итак, мы продолжаем наш большой урок по сваженности, и сегодня рассмотрим еще пару важных факторов, влияющих на синхронность работы твоего отряда, а именно про важность командира в группе, и немного затронем тему про коммуникацию. Ну поехали! Если у вас в команде есть человек, взявший на себя ответственность по управлению группой, то слушайте все его указания, ведь наличие командира это супер важно для вашей выживаемости и эффективности, но также это супер сложно для самого командира, ибо во-первых это максимально неблагодарная работа, во-вторых она максимально ответственная, ну и в-третьих это работа требующего полного понимания и знания своих подчиненных братишек. Не говоря уже о знании тонны другой информации, касающейся психологии, картографии, основ управления и ведения боя, а также каких-то базовых принципов приемов тактики и всякого рода механик, связанных с игрой. Итак, адекватный и правильный командир это своего рода боевой компьютер, который обрабатывает куда больше информации, чем обычные боец группы. Его главная цель, помимо выполнения задачи любой ценой, это сохранение жизни каждого бойца в его подчинении. Можно сказать, что командир всегда как бы смотрит на картину боя с высоты. Причем я говорю фигурально, ведь возможность использовать птички есть не всегда, даже в реальности, а уж в Таркове подавно их никогда не будет. Поэтому командир в своем сознании строит картину боя, исходя из получаемых ежесипутных данных от каждого из его подчиненных. Он использует знания местности, знания о расположении своих бойцов, их вооружении, возможностях, их статусе в данный момент, а также исходит из примерного или четкого понимания, что в данный момент делает противник. Поэтому супер важно знать, как правильно, четко и быстро передавать всю важную информацию в голосовом чате или же вверх по цепочке командования, если мы говорим про другие тактические игры или же реальность. Зачастую все это при правильном использовании, четком выполнении приказов и должной ответственности друг за друг бойцов группы позволяет быть на голову выше любого противника, у которого нет командира. Так что ответственно и с пониманием относитесь к своему командору, даже когда тот в порыве негодования кидается вас пи-сюнами. Поверьте, это не со зла, того, что зачастую именно он берет на себя главную ответственность за проебы своих бойцов, и уж тем более за гибель группы. Ведь именно он не додумал, не досказал или же не дотренировал своих бойцов, что поедолго привело к их ранениям или даже к гибели. Поэтому вот пару основных советов от нашего братства всем командирам тактических групп Тарковя и не только. Внимательно следи за своими бойцами, подмечай сильные и слабые стороны каждого из них, и именно от этого строй подгруппы и завязки бойцов друг за друга. Внимательно следи за дистанцией между бойцами, останавливай группу, если видишь, что кто-то проебался или же наоборот убежал вперед. Постоянно напоминай свои про ответственность друг за друга и удержание в поле зрения своей пары. Дели отряд на две подгруппы, пуш и прикрытие, и всегда двигай пуш группу, только когда есть визуальный контакт от прикрытия. Устраивай разбор полетов после рейда, это важно. Хвали своих братишек и не перегибай палку во время подмечания ошибок, это важно для сохранения позитивного психологического настроя между бойцами. Если ты командир, то старайся не быть на острее атаки, помрешь ты, поврет и твоя группа. Если что-то идет не так, то быстро и громко с командой отход группе, регруппнись и снова веди всех в бой. Важно вовремя отступить, чтобы сохранить большую часть группы. Естественно, тема с командирством это довольно большой пласт информации, и по нему у нас уже давно сформирована и продолжает сформироваться база знаний, которую мы рассмотрим в пятом уроке нашей школы тактикулы. Поэтому жди, братишка, скоро все будет. Коммуникация. Я говорю о ней практически в каждом из своих уроков, и понятное дело, что без нее ваш тактический групповой паровозик далеко не уедет, поэтому вы просто обязаны изучить все хотя бы базовые принципы коммуникации в группе, и все основные боевые элементы работы двойки, тройки и так далее. А уж про личные навыки упоминать не стоит. Работать с оружием, стрелять, двигаться, база этих знаний должны не вызывать вопросов, поскольку одно зависит от другого, и при незнании чего-то работа в группе становится похожа на ходьбу по минному пулю. Никогда не знаешь, где ебанет. Про коммуникацию и прочие элементы смотри в предыдущих наших уроках. Там есть пусть и неподробные примеры, но базовое понимание ты безусловно получишь. Но опять же, пока что мы изучаем только базовый курс, и по его окончанию мы начнем углубленно вникать в каждый винтик нашего тактического бронепоезда. И естественно мы будем подробно рассматривать каждый элемент тактической работы. Ну что ж, бро, на сегодня все. Увидимся в следующей части четвертого урока. Не забывай передавать данные в виде к своим братишкам. Обязательно по-братски напиши, что ты думаешь про увиденное сегодня. Ну и не забывай ставить нужный палец. И пожалуйста, обязательно подпишись на другие наши ресурсы, указанные в описании. Мало ли что будет с ютубом. Итак, это дискорд, вк-группа, вк-плей, где мы довольно часто стримим, наш телеграм, ну и естественно наш бусти, в котором собрано очень много реальной тактической и боевой информации, которая поможет тебе улучшить свою реальную боевую подготовку. А также там собраны тонны контента, которые ты не увидишь больше нигде. В общем, спасибо за просмотр тебе, бро. Ну и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!